Для большинства родителей диагноз аутизм подобен проклятию. Я подумала, что это все, что жить не стоит. Я себе представила, что как ребенок будет расти, и что зачем. По статистике, каждый 68-й ребенок рождается с расстройством развития. Они кажутся нелюдимыми, невоспитанными, неуправляемыми, и поэтому становятся настоящими изгоями. И показывали, что какой-то мальчик странный, ты ребенок от него, отойди, он какой-то странный. Нам нужно было постоянно уходить. Мы не могли пойти даже в обычный супермаркет купить еду. Сложно представить, что творится во внутреннем мире человека с аутизмом. Какие запасения правда, а какие вымысел. И возможно ли направить его жизнь в нормальное русло. Валерия Киселева переехала в Испанию из Одессы 13 лет назад. Именно здесь, на солнечном побережье, она мечтала родить и воспитывать своего ребенка. Но когда малышка подросла, стало ясно, что-то не так. То есть я думала, что она понимает, что у нее просто плохой характер. И если я ее звала, то она никогда не отзывалась. Также у нее были проблемы с едой, она фактически ничего не ела. Она размахивала крылышками, вот это крылышки называется, и ходила вокруг какого-то предмета, вокруг стола, например. Могла ходить по часу. Дело в том, что большинство людей с аутизмом воспринимают мир не словами, а картинками. Об этом стало известно в 60-е годы в США, благодаря опыту профессора университета Колорадо Темпл Грандин. У нее тоже аутизм. Я никогда даже не предполагала, что люди думают словами, я думаю картинками. А в мире существует множество систем восприятия. Человек, как инопланетянин, он вообще не понимает, что мы делаем, почему мы постоянно рот открываем. Отец Максим – настоятель православного прихода в Малаге. У них с супругой Марии трое детей. Петя, средний из них, родился с расстройством и 10 лет жил в России. С каждым годом вот это вот ощущение, что ты изгой, оно в России увеличивается. И если, например, система детских садов в России выстроена очень хорошо, среднее звено уже так себе, а после школы дети вообще в никуда попадают. То есть они сидят на инвалидности дома. И это страшно на самом деле. В Испании дела обстоят иначе. Адаптация – задача всего общества, а не постыдная проблема отдельных семей. Это не специализированный центр для неполноценных, а простая муниципальная школа на юге Испании, где наряду с обычными школьниками учатся дети с аутизмом, синдромом Дауна и другими повышенными потребностями, как называют эту категорию здесь, в Европе. Алисия – преподаватель необычного класса, хотя сама так не считает. За это я, конечно, Испании просто благодарен, за создание такой системы для детей, которые не могут, так сказать, идти в ногу с обычной учебной программой. В России, как я уже сказал, было предписано домашнее обучение. И мы не могли отдать его в какую-то школу, а ребенок очень от этого страдал. И постоянно мне говорил и спрашивал, пап, почему я не хожу вместе с ребятами в школу. И мне очень трудно было, практически невозможно было ему объяснить, почему он в школу не ходит. Социальные нормы прививаются им благодаря пиктограммам. К примеру, когда они только заходят в класс, они приклеивают сюда мое фото, которое есть у каждого такого ученика. Это символизирует, что он уже в школе. И школьник говорит «Я с моей учительницей». Если ребенок хочет в туалет, он выбирает одну из соответствующих картинок и дает преподавателю. Ими же учат распознавать и испытывать человеческие эмоции. Например, я беру пиктограмму эмоций, того, что я злюсь, и показываю в зеркале. Вот, я злюсь, я очень злюсь. А ученик должен повторить мое выражение лица и запомнить картинку. Или вот, к примеру, я удивлена. Также и дома их учат простым вещам, таким как умыться, что кушать надо за столом и даже как зовут маму. Мы начали вводить пиктограммы в каждодневные ритуалы. Если я хотела объяснить ребенку, что мы идем в парк, я показывала пиктограмму в парк. Валерия так прониклась этой методикой, что даже написала сказку для своей дочери. Принцесса, которая учится говорить, и о том, какое чудо вот совершилось, что принцесса, она заговорила. Ей помогла фея. Сейчас изданы 10 сказок Валерии. Две из них на русском языке. Их главная героиня играет с куклой, ходит в зоопарк и даже посещает стоматолога. И вот врач может сделать укол, померить температуру. Как бы ребенку это страшно. Ему страшно, что его будут трогать. Ребенку с аутизмом неприятно, скажем так. Но если его предупредить о том, что врач будет трогать, мерить температуру, сделает укол, он станет легче как-то принимать эту ситуацию. Но когда писательница решила поделиться своим опытом на родине, столкнулась с недоверием. Были некие родители, которые считали, что я что-то недоговариваю, что я кормила дочь таблетками, но об этом молчу. Родительские поиски волшебного зелья ежегодно оборачиваются бедой для детей по всему миру. В 2018 году шарлатан из Каталонии Хосеп Памирас всерьез предлагал лечить аутизм раствором хлорки. Столкнувшись со страхом, некоторые родители готовы поверить во что угодно, лишь бы помочь своему ребенку. В этот момент мошенники тут как тут. Заманивают купить волшебную таблетку. Но ребенок с аутизмом – это человек, которому просто требуется помощь окружающих, для того, чтобы скорректировать его поведение и адаптировать к жизни в обществе. Аутизм не лечится лекарствами, а уж тем более хлоркой. Кристобль возглавляет ассоциацию всего три года. Два из них он потратил на строительство этого реабилитационного центра для детей с диагнозом «как у сына». Внутри туалета с пиктограммами, столовая и даже палат для тех, кто нуждается в продолжительном уходе. Среди прочего, мы практикуем здесь арт-терапию. Все эти картины написаны детьми нашего центра. Им дают задания, и каждый рисует, как видит он. Например, их просят изобразить дом. Это может рассказать о внутреннем мире художника. В Испании практикуется система ранней диагностики аутизма в возрасте от нуля до шести лет. Благодаря ей у родителей появился шанс развивать ребенка уже с пеленок. Таким образом, родители начинают раньше работать с ребенком дома и посещать специалистов. К сознательному возрасту он уже сможет стать полноценным членом общества, словно у него и не было отклонений. Помимо занятий в школе, здесь сын Крестоболе играет с психологом три раза в неделю. Всего за пару лет он достиг большого прогресса. В этом кабинете проходят занятия с психологом, логопедом и физиотерапевтом. Родители наблюдают сквозь зеркальное стекло и тоже учатся тому, как развивать ребенка дома. В случае с моим сыном Пабло терапия сотворила настоящее чудо. Отдельную партию в адаптации детей с аутизмом сыграл совместный проект композитора Юрия Чугуева и пианиста Владислава Тетельна. Через игру и пение классических произведений особенные дети заявляют о своем праве на нормальную жизнь. У меня очень рано родилась первая дочка, а потом у меня родился второй ребенок, мальчик. И мальчик, к сожалению, родился с проблемами, как теперь это говорят, не инвалидность, а проблемы в развитии. Вот. И я начал заниматься очень серьезно, начал заниматься с детьми с проблемами. Темпл Грандин не единственный пример того, что препятствия на пути к счастью находятся в голове. Лайф-коуч Ник Вуйнич родился без рук и ног, но стал вдохновителем миллионов людей по всему миру. Актер с синдромом Дауна Пабло Пинедо с отличием закончил университет и был награжден щитом города, мэром Малаги. И сыграл главную роль в фильме «Я тоже», снятый по мотивам его биографии. Судьбы этих людей связывает одно. Страшный диагноз не смог превратить их жизни в кошмар. Наташа научилась говорить, и у нее появились первые друзья. А Петя, как и мечтал, перешел из специальной школы в обычную. Библия призывает людей к мудрости и к мужеству. К мудрости принимать те проблемы, которые у нас есть, так сказать, лицом к лицу. И к мужеству в том, чтобы преодолевать эти самые проблемы, не идя на поводу страстей своих, не приступая к каких-то моральных принципам.